Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Римма Корнеева. И начинаем прямой эфир. Немножко ждем людей, наших коллег и друзей, кто будет к нам присоединяться сейчас. Но пока поговорим о теме, о основной теме нашего эфира. Итак, начинаем. Сегодня будем говорить о витаминах. Мы все знаем про их необходимость нашему организму, но никто из вас вряд ли задавался их значимостью для кожи. Это первое. Второе. Все же нам очень важно понять, что это такое, эти самые витамины, откуда они берутся в кожу и как кожа на них реагирует. На присутствие, на недостаток или на полное отсутствие. Поэтому разберемся. Сегодня, во-первых, главный вопрос – это что такое витамины и их значение для кожи. Далее, откуда они берутся в кожу, в организме вообще. Зачем мы их кладем в косметику, как они будут влиять на всевозможные процессы в коже и что будет, если вдруг по какой-то причине витаминов не хватает. Итак, начинаем. Ждем еще буквально две минуты и начнем прямой эфир. Я вас с удовольствием всех вижу. Давайте машем друг к другу. Присоединяйтесь. Огромная здравствуйте. Огромная радость всех вас видеть снова. Поскольку в последнее время прямые эфиры стали не так часто, во всяком случае, со мной. Но я думаю, что мы эту проблему решим. И теперь фактически каждую среду, 3-4 раза в месяц я буду с вами, и мы будем разбирать основные вопросы косметологии. Ну а сегодня еще раз повторяю тему нашего эфира – витаминизация кожи. Что такое витамины, как они важны для кожи, для организма в целом, откуда они берутся и как они работают. Мы не будем сегодня обсуждать все витамины. Их на сегодняшний день порядка 20 обозначено. Например, в последнем учебнике биологии для школьников обозначено 20 витаминов. Плюс ко всему прочему у меня есть вопросы от вас. Эти вопросы я буду время от времени читать у себя в заметках для того, чтобы ответить на них. И еще, кроме всего прочего, вы можете задавать вопросы в эфире. Я на них тоже отвечу. Единственное, если вдруг что-то я не успею вам сказать, не волнуйтесь. Мы ответим вам потом отдельно и сделаем отдельный эфир по ответам и вопросам. Поэтому присоединяйтесь к нам, и мы начинаем. Кроме всего прочего, видео будет сохранено, и вы сможете его потом посмотреть еще раз, если вдруг что-то сразу не поняли, не услышали или просто не успели на прямой эфир. Поэтому не волнуйтесь, все будет для вас доступно. А сегодня я, Римма Корнеева, директор Центра научных разработок компании «Фаберлейк». С вами в прямом эфире. И говорим мы про витамины для кожи, процесс витаминизации кожи. Итак, начинаем. Наверняка вы все прекрасно знаете, что витамины – это что-то невероятно полезное нашему организму. Но никто из вас никогда не задумывался, что это такое. Во-первых, витамины – это такая совершенно разношерстная группа, команда разных органических соединений. Они имеют совершенно разную химическую структуру. Что они делают в организме в количестве 20 штук, и что они делают с нашей кожей, и зачем они нам так нужны и важны. Мы прекрасно с вами знаем такие понятия, как витаминоз, когда витаминов в принципе нет. Мы знаем понятие гиповитаминоз, когда витаминов недостаточно. Мы знаем с вами понятие гипервитаминоз, не дай бог чего-то когда-то вдруг попало в организм больше необходимого. При этом эти самые витамины работают в совершенно минимальных дозах. От 0,1% до 90% – это витамин С, в котором нуждается наш организм больше всего. О нем мы сегодня, конечно, поговорим подробнее. Итак, что такое витамины? Это органические соединения. Что они делают? Они на самом деле участвуют в процессе метаболизма. При этом имейте в виду, они у нас не являются структурой нашей ткани, они не входят в состав никаких органов, они приходят в организм, делают свое важное дело и уходят. Витамины являются центром, кофактором самых важных ферментов в нашем организме. Если витаминов нет, то ферменты и гормоны перестают работать. И это выражается в различных симптомах, которые мы с вами наблюдаем, когда не хватает витаминов. Но совершенно общий симптом, синдром – это когда вы испытываете общую усталость, вы видите жухлость и вялость в своей кожи, вы видите какие-либо проблемы и процессы, и вам не хватает энергии. Это почему? Потому что действительно витамины участвуют в очень многих энергетических процессах. Поэтому витамины – маленькие молекулы. Они являются центром очень важных ферментов и гормонов. Без них они не работают. И кожа, кожа как периферический орган, нуждается в витаминах тоже. Очень активно и очень важно, чтобы они попадали и в кожу тоже. Самые важные витамины для кожи мы сегодня с вами обсудим. Обсудим на примере серии Биоглу, я напомню вам про сыворотку Варио и так далее. Разберем с вами вопросы, зачем после лета витаминов было завалить, нам еще их намазать на поверхность кожи. Кроме всего прочего, еще и зачем, какие витамины осени нужнее всего, какие витамины работают более активно, что такое, зачем мы их действительно кладем в крем и как добиваемся их стабильности и устойчивости. Давайте, наверное, начнем с самого важного – серии витамина. Серии витамина группы, витамина С. Да, кстати, помните, что витамины бывают двух групп. Одни жирорастворимые, они как раз поступают в организм и частично аккумулируются в жировой ткани и в печени. А вот водорастворимые витамины, к которым относятся витамины группы В, витамин С и так далее, они, к сожалению, в организм поступают и, по сути, делая свое важное тело, его покидают. У нас нет их запасов практически совсем. Какое-то небольшое количество витамина группы В синтезируется в кишечнике, но его очень и очень мало. Знаете, что еще интересно? Когда-то древним человеку достаточно было витаминов, которые поступали с пищей, потому что калорийность дровосека или человек, который занимался тяжелым физическим трудом, требовалось для поддержания жизнедеятельности 3,5 тысячи килокалорий. Представляете, 3,5 тысячи килокалорий. Это вам нужно съесть только еды, чтобы удовлетворить свой организм витаминами. Но на сегодняшний день только борцу с умо доступно подобное. К сожалению, иначе вы будете необъятных совершенно размером. На сегодняшний день то количество пищи, которое мы потребляем, согласно нашим энергетическим затратам, едва ли превышает 2000 килокалорий. Ну, может быть, 2,5, кто занимается активно спортом. Поэтому витаминов априори нам не хватает. Мы должны их получать дополнительно. Поэтому будем стараться, будем стремиться. И еще раз напоминаю, кожа, витамины достаются в последнюю очередь. Организм их разбирает по самым важным органам в первую очередь. А уже потом то, что достанется или не достанется. Как получится. Итак, начинаем. Итак, наверное, начнем с самой витаминизированной серии, серии BioGlow, которая не так давно появилась на страницах нашего каталога и замечательным образом покорила всех нас, потому что она действительно великолепно комфортна. И, в конце концов, вам же приятно слышать, когда вам говорят комплименты. Хорошо выглядишь, посвежевшая, отдохнувшая. И даже сидя на карантине, выглядишь все равно прекрасно. На самом деле, все эти приятные слова – есть оценка вашего состояния кожи. Тот интерфейс, который вы видите, вы видите в зеркале. Это та самая социальная функция кожи, которая начинает работать. И если вдруг по какой-то причине цвет лица или кожа имеет неровный том, вы выглядите значительно старше. Между прочим, тот комплимент, когда вам говорят, вы посвежевшая, хорошо выглядите, прежде всего, ваш визави оценивает цвет вашего лица, ровность вашего тона, состояние кожи. И только так, никакого иного способа нет. Поэтому ровный тон кожи поможет вам выглядеть моложе. Моложе выглядеть буквально на 5-7 лет. И если вы не будете пользоваться кремами с витаминами, то этого достигнуть будет тяжело. Поэтому доказано, важный критерий при оценке возраста, вашего биологического возраста, это как раз ровный тон. И так будем заботиться о ровном томе кожи. И как же мы будем собирать максимальное количество лайков и комплиментов? Я бы сказала, легко. Витамины группы В, нет, это витамин В3, о котором мы тоже сегодня будем говорить. Витамин С и кислород. В общем-то, идеальный альянс для того, чтобы получить сияющую кожу, ровный тон и выглядеть значительно моложе ваших сверстников, ровесников и так далее. Итак, встречаем. Еще раз говорим подробно о серии BioGlow. С яркими солнечными ароматами, наполненной максимальным количеством энергии витамина С, максимальной дозой кислорода, витамином В3. И еще в BioGlow есть один хитрый ингредиент, который называется Cell Detox. О нем я тоже расскажу дальше чуть подробнее. Итак, что же создает этот эффект безупречности вашей кожи? Как мы говорили, это высокотехнологический комплекс BioGlow, состоящий из витамина В3, из витамина С, из новофтема и еще Cell Detox. Теперь будем говорить о витаминах чуточку подробнее и чуть несколько глубже, поскольку хотелось бы действительно понять, как они работают в коже. Работают они буквально следующим. Зачем витамин С необходим коже? Зачем витамин С мы кладем в кремы? Почему? Ну, давайте попробуем про это узнать чуть подробнее. Организм человека не может синтезировать витамин С. Мы знаем. Мы знаем еще, мы его получаем с пищи и суточная доза 90 мг. Сколько нужно чего съесть, чтобы получить 90 мг? Ну, во всяком случае, это примерно 200 г черной смородины, наверное, килограмм лимонов, ну что еще. Наверное, болгарские сладкие перцы тоже являются лидерами по содержанию витамина С. Минимум 3 штуки в день удовлетворят ваши потребности, в случае, если все это хорошо и правильно хранилось. Поэтому дополнительные источники нам необходимы. Где и как мы их будем получать? Ну, с организмом все понятно. Вы, по крайней мере, можете принять витамин С в виде дозы или в виде пищевой добавки. Поэтому, если витамина С в организме не будет хватать, то организм, естественно, кожи не даст его почти нисколько. Он его разберет, разберет и отправит в более важные органы. И, кроме всего прочего, кожа без витамина С тоже не может существовать совершенно. Потому что для кожи он играет очень важную роль. Прежде всего, витамин С руководит синтезом коллагена, эластина и укрепляет стенки сосудов. Мы помним о страшных болезнях цинга, когда витамина С не хватает. Что, прежде всего, страдало? Стенки сосудов. И кожа становилась дряблой, мышцы переставали работать и так далее. Человек, в общем-то, погибал, если не принять вовремя меры. Не зря на кораблях английского флота в свое время было обязательно употребление лимонов и капусты. Особенно квашеной, в которой витамина С значительно больше, чем сырой. Поэтому для организма витамин С важен прежде всего. Он укрепляет стенки сосудов и заботится о прочности соединительной ткани. Кожа у нас состоит, естественно, тоже. Достаточно мощная сеть сосудов находится во втором слое кожи. И если стенки сосудов будут ломкие, вы будете видеть на поверхности кожи какие-то петехи, красные пятнышки. И все это достаточно неэстетично выглядит. Кроме всего прочего, ломкость сосудов приводит еще к тому, что нарушается процесс снабжения питательными веществами ваших клеток. Это тоже, в общем-то, не очень хороший фактор. Поэтому витамин С необходим. Помимо его прямого участия в синтезе соединительной ткани, коллагена, эластина, укреплении стенок сосудов и так далее, он заботится еще и о том, чтобы защитить вас от окислительного стресса. От негативного стресса, от свободных радикалов. Это мощный, очень мощный антиоксидант. Поэтому мы будем восполнять недостаток витамина С с помощью наших косметических средств. Доказано, что, например, витамин С, нанесенный на кожу, усвоится ей в 20 раз лучше, чем витамин С, который поступит с пищей или с пищевыми добавками. Поэтому не забывайте, обязательно, курсом, время от времени, используйте препараты серии BioGlow для того, чтобы восполнить дефицит витамина С. Ну и кроме всего прочего, витамин С активно борется со всеми проявлениями фотостарения. Ну, понятно, вы были сейчас на солнце, оно все же было, лето было, оно вот-вот только закончилось. Поэтому витамин С вам необходим, чтобы устранить эти поломки тоже, которые совершил ультрафиолет. И все проблемы, которые накопились в коже, будут устранены витамином С. Он борется с пигментными пятнами, с неровностью кожи, с утолщением, то есть гиперкератозом и так далее. И все это прекрасным образом делают препараты серии BioGlow. Ну, а далее еще раз. Без витамина С невозможен синтез коллагена. Он главный участник, он запускает каскад биохимических реакций, которые будут активизировать клетки фибробласты, которые находятся в глубине кожи, и заставлять их продуцировать молодой коллаген. Витамин С помогает лучше работать витамину В3. Что это такое, витамин В3? Витамин В3 не так давно, новый фаворит косметических средств. Он не так давно стал очень активно применяться в косметических препаратах. Зачем? Ну, прежде всего, витамин В, он же не ацинамид, он же не амид, он же витамин ПП и так далее. У него было много названий, но его актуальное название все же витамин В3. Он относится к витаминам группы В. Витамин В3 практически очень мало синтезируется в нашем организме, и его очень нам не хватает. Кстати, недостаток витамина В формирует очень нехорошую болезнь, которая называется пелагра. Сейчас она достаточно редко встречается, но тем не менее пелагра – это системное заболевание, которое приводит к расстройству нервной системы. На применительной коже развивается так называемый пелагрический дерматит. Ну, это крайняя степень его недостатка. А если его не хватает чуть-чуть даже в принципе, то вы будете ощущать довольно яркие симптомы его недостатка. Прежде всего, это будет сухость и шелушение кожи. Это у кожи начнет нарушаться барьерные функции, и она перестанет выполнять свои прямые назначения, защищать от агрессивной внешней среды ваш нежный организм. Кроме всего прочего, витамин В3, естественно, тоже участвует в синтезе коллагена и эластина, а их синергия с витамином С даст вам возможность получить максимальный эффект. Витамин В3 отвечает еще за сохранность влаги вашей кожи. И более того, витамин В3 необходим для того, чтобы кожа была упругой и достаточно активно обновлялась. А мы знаем, что если кожа не будет обновляться, то мы будем наблюдать, увы, морщины, морщины и толстый слой гиперкератоза. А тусклый серый цвет лица будет способствовать, в общем-то, опять восприятию вас достаточно, ну, уставшей. Поэтому будем стремиться к яркой коже с помощью наших же витаминов. Итак, к словам всего прочего, витамин В3, он очень важен еще и для целой каскады ферментных реакций, которые проходят в коже, для поддерживать йогамиостаз. Но и недостаток витамина В3 приведет еще и к тусклости волос и вообще к вялости организма в целом. Поэтому забудьте, чтобы он поступал внутрь и непременно пользуйтесь серией Биоглоу, которая будет действительно заботиться о том, чтобы витамина В3 кожи хватило для поддержания ее основных функций. Это раз. Ну и так, давайте знакомиться более внимательно, хотя вы знакомы со всей этой нашей серии, но тем не менее. Начнем, наверное, с самого моего любимого препарата, крема с жемчужным эффектом. Сияйте – это важная часть утреннего ухода, must have, так называемый. То, что необходимо, то, что достаточно для того, чтобы уход был действительно сияющим. Посмотрите, как он ложится на кожу, этот замечательный крем с жемчужным эффектом. После того, как он впитается, легкий налет того самого блеска останется на ее поверхности. Вам, наверное, не очень хорошо видно, но все же видно. Видите, щека приобрела более розовый оттенок. Но, тем не менее, свежий и безупречный вид, инновационная легкая текстура, которая легко впитывается в кожу, да и переломутровые частицы будут преломлять солнечный свет, и будет возникать ощущение безупречного тона кожи, очень ровного тона кожи. Еще раз повторяю, must have – то, что вам необходимо для того, чтобы утром выглядеть безупречно. И получить то самое количество комплиментов и лайков. Ну, а далее – жидкие патчи для коррекции мимических морщин. Жидкие патчи – это совершенно новое слово в косметических препаратах, потому что до сих пор вы сталкивались исключительно с патчами, которые вы наклеивали под глаза. А эти патчи застынут на поверхности кожи, под глазами. Тем самым, с одной стороны, легкий переломутровый оттенок нивелирует опять, будет преломлять свет, а с другой стороны, эти самые патчи заполнят все неровности и придадут кожи, нежной коже вокруг глаз, вид абсолютного совершенства. Итак, жидкие патчи для коррекции мимических морщин – еще одно прекрасное средство, без которого достаточно сложно обходиться. Ну и далее, далее – крем для век. Необходим, потому что с легким охлаждающим эффектом возвратит вашей коже вокруг глаз сияние и нежность. Более того, в составе препарата есть несколько активных ингредиентов, которые будут заботиться о том, чтобы у вас больше не было темных кругов и отеков под глазами. Относительно темных кругов под глазами и отеков мы отдельно поговорим с вами в отдельной совершенно программе, в отдельном эфире, который будет посвящен уходу за нежной кожей век. И смотрите наши эфиры в лаборатории Beauty Lab, где мы уже сняли несколько сюжетов и покажем вам их в ближайшее время. Поэтому важно, важно заботиться о коже век вокруг глаз. Еще раз повторяю, кофеин будет способствовать активации микроциркуляции, тем самым совершать процедуру дренажа и ускорять локальную микроциркуляцию. Был вопрос по Биоглоу, когда наносить жидкие патчи. Моя рекомендация все же их использовать большей частью вечером, но на короткий период времени, потому что если вы будете на них наносить макияж, это будет не очень комфортно, они могут скататься. Что касательно крема для века, можно применять и утром, и вечером. Более того, крем для век, который существует сейчас, он способствует активации кровообращения и лимфодренажа. Вы можете нанести крем для век, сначала нанести патчи, подержать их примерно час, потом их снять и нанести крем для века и с этим лечь спать. Так что только очень тонким слоем. Патчи жидкие можно наносить не только на зону мимических, под глаза и на зону мимических морщин вокруг глаз. Фактически патчи можно наносить на все морщинки, которые вы можете у себя обнаружить. Межбровные, лобные, морщинки, марионетки так называемые, складки носогубные. Фактически в любое место вашего лица, где нужно, в общем-то, немножечко подтянуть кожу. Поскольку механический и физический эффект подтягивания лица будет совершенно заметен. Кроме этого, есть еще один прекрасный, на мой взгляд, препарат. Это ночная маска желе. С восхитительной текстурой. Текстурой memory form. Текстура, которая постоянно возвращается в исходное состояние, она помнит, как она прекрасно выглядела в банке. Поэтому сколько бы раз вы не зачерпывали маску из банки, она будет по-прежнему иметь безупречную поверхность. Но точно так же memory form будет сохраняться на вашем лице, потому что нанесенная на кожу маска будет равномерно распределяться по ее поверхности и стимулировать природный механизм обновления кожи. Ну и восхитительный аромат спелого манго поднимет вам настроение и напомнит о лете и о витаминах в том числе. Прекрасная маска, которая направлена на главное – улучшение цвета лица. Поэтому не забывайте про серию BioGlow. Есть несколько вопросов, я сейчас попробую ответить на них еще сразу. Да, кстати, имейте в виду, что у нас в ассортименте есть тканевая маска, которая тоже с витамином С. Она прекрасно сочетается с серией BioGlow. Поэтому не забывайте, дополнительная доза витамина С никогда не повредит коже для ее яркости. Итак, вопрос, отбеливает ли пигментацию эта серия. Если вы будете сочетать ее серией АБЦ, то есть проводить процедуру пилинга, а потом наносить в качестве уходной серию BioGlow, то фактически, да, вы избавитесь от пигментации. Единственное, помните, что причин пигментации может быть много. И если она настойчиво вам досаждает, сходите к врачу-дерматологу. Может быть, есть какая-то внутренняя проблема, которую нужно решить, а потом уже бороться с пигментацией. Далее. Мне 63 года. Какие витамины важны для моего возраста? Хороший вопрос. Вы мне напомнили про еще одну очень важную сыворотку. Во-первых, после 50 лет, когда наступает менопауза, нужно уделять действительно очень большое внимание количеству витаминов, которые поступают в организм. Специальные комплексы, которые предназначены для женщин после 50, после 60, как раз содержат очень высокую дозу витамина С. Это раз. Потому что уже накопились всевозможные проблемы, и витамин С уже хуже усваивается. Витамины группы В. Но в данном случае не только витамин В3 необходим. Необходим еще и витамин В1 и В2. Все это в совокупе придаст вашему организму сил, энергии, а кожа будет сияющей. Кроме всего прочего, после 55, особенно лет, после 60, это просто категорически необходимо, это сыворотка Варио Антистресс. Здесь находится провитамин В. На самом деле это еще один важнейший витамин для нашей кожи. Почему? Во-первых, он сам синтезируется в коже под действием ультрафиолета. Мы это помним. Для чего он нам нужен? Для организма в целом мы знаем. Витамин В – это главный участник построения нашей костной ткани. Если витамина В не хватает, кости становятся хрупкими и начинаются очень серьезные проблемы. После 55 лет, когда наступила уже фактическая менопауза, витамин В – это главный витамин для вашего организма. Почему? Во-первых, количество эстрогенов, женских половых гормонов резко упало. То есть их стало либо совсем нет, либо стало очень-очень мало. Что происходит? Постепенно развивается остеопороз. То есть костная ткань теряет свою внутреннюю структуру, становится сетчатой, прозрачной фактически и очень хрупкой. К сожалению, это факт. И мы это все прекрасно знаем и знаем, как важно применять витамин В для того, чтобы организм вместе с кальцием поддерживал вашу костную структуру. Вот здесь есть как раз очень важный препарат в сыворотке, который называется беридин. Это уникальный комплекс, он получен, кстати, из корней цикория. Он как раз и восстанавливает, будет восстанавливать количество витамина Д в коже. А для чего он нужен для кожи? Как только витамина Д не хватает, то кожа тоже становится хрупкой. То есть фактически нарушается опорная функция кожи и начинаются проблемы, связанные с ее сухостью, нарушаются барьерные функции кожи. И самое главное, страдает иммунная система кожи, поэтому витамин Д в этом случае необходим. И кожа действительно после 55-60 лет остро нуждается в дополнительном витамине Д. Вот эта сыворотка. Запомните ее и непременно применяйте каждый день, утром и вечером, хотя бы курсом в течение месяца. Потом можно сделать перерыв. Поэтому, кроме всего прочего, повысится упругость кожи, а совокупное действие витаминов группы С, группы В и сыворотки Варио Антистресс поможет вашей коже сохранить плотность и упругость. И самое главное, и самое главное, сохранит ее прочность, что очень важно. Итак, следующий вопрос. Будет ли сыворотка Биоглоу? Будет уже в самом начале года. Она уже фактически готова. Будет обязательно. Вопрос по Биоглоу. Когда их наносить? Можете выбрать какой-либо из препаратов этой серии и сочетать ее с другими препаратами. Например, серию Варио, или серию Океанум, или серию Блум. Вам ничто не помешает получить максимум сияния кожи, сочетая это с другими средствами. Во всяком случае, маска прекрасным образом восполнит дефицит витамина С в течение ночи. Жемчужный крем с утра позволит вашей коже сиять, если вы по какой-то причине не выспались или неважно себя чувствуете. Поэтому серия хороша тем, что она великолепно миксуется с любыми препаратами нашей коллекции. Любыми препаратами коллекции Фаберлик, да хотя бы даже с нашими препаратами серии Аксиологи. Почему нет? Все прекрасно. Может ли маска желе закуполить поры? Ну нет, это невозможно. Ее текстура настолько мягкая и легкая, что закуполить поры она не может. А потом, что такое закуполить поры? Поры – это выводные протоки сальных желез. Фактически, закуполить их кремом почти невозможно и нереально. Да, есть препараты комедоногенные, которые в каких-то ситуациях могут совершить неприятность, но в нашем случае не только маска Биоглос этого делать не будет. И потом, мы в своих рецептурах никогда не используем комедоногенные добавки, которые могут повредить так или иначе кожу. Имейте это в виду. Поэтому здесь вопросов таких пусть не возникает. У меня веки опухают от кремов для век. Почему? Ну, наверное, есть несколько проблем, которые нужно решать. Во-первых, возможно, вы нарушаете правила нанесения кремов или выбираете препарат, который вам не подходит. Первое правило нанесения кремов для век, чтобы веки не опухали, мы наносим очень тонким слоем, буквально чуть-чуть. Всегда двигаемся от внешнего угла глаза к внутреннему. И никак иначе. Это линия наименьшего растяжения кожи. Так проходят массажные линии. Если вы будете делать иначе, то вы растянете кожу. Это раз. Во-вторых, веки могут опухать не от кремов, а, возможно, от недосыпа, от того, чтобы вы могли на ночь выпить воды или съесть что-либо соленое. Веки опухают даже от алкоголя, который приняли на ночь. Не дай бог, утром можно проснуться с достаточно яркими отеками. Ну и кроме всего прочего, веки могут опухать еще и потому, что причина в этом – это анатомия. Возможно, у вас какое-то индивидуальное строение этой зоны. Во-первых, кожа век очень тонкая. Под ней практически нет подкожно-жировой клетчатки. В самом низу лежит очень тонкая круговая мышца глаза. И те тонько-небольшое количество жира, которые находятся здесь, может начинать фактически образовывать участки грыжи, так называемые, которые будут выпирать из подсоединительной ткани на поверхность кожи. Грыжи убрать можно только хирургическим путем, а если вы неправильно пользуетесь кремами, то наличие подобных проблем вызовет отек. Ну и плюс еще, возможно, недостаточность лимфатической системы. Она находится, она тоже проходит у вас по нижнему краю глазницы, вот этого костного края. И самый главный такой водопровод, чтобы сбросить отеки, находится в уголке, внутреннем уголке глаза. Возможно, вы действительно нанесли крем толстым слоем. Возможно, действительно какие-то внутренние проблемы привлекли к отеканию глаз к ночи. Или вы наносите крем на верхнее веко, что делать нельзя, кроме одного крема из серии Варио. Поэтому попробуйте наносить препарат очень тонким слоем, подушечками пальцев вбивать его в глубокие слои в кожу. Никогда не ложиться спать, если у вас остался слой крема, нужно его промокнуть, чтобы утром проснуться без отеков. Если совсем проблема, используйте просто наши патчи серии Океанум на короткое время перед сном и утром после того, как вы проснулись. Этого будет достаточно. Возможно, серия Биоглоу здесь вам поможет, потому что крем для век как раз обладает дренажным эффектом. Эту серию кремов можно сочетать с другими уходными средствами или курсом использовать только эту серию. Но здесь ваше право выбора. Вы можете и сочетать с другими препаратами, а можете выбрать для себя как раз курс серии Биоглоу. Если вы чувствуете, что кожа у вас уставшая, напряженная, может быть, вы неважно себя чувствуете или есть какие-то факторы стресса, которые сейчас присутствуют всегда в связи с нашими пандемиями и некоторым нарушением цикла нашей с вами жизни. Поэтому можно использовать курсом, а можно действительно выбрать отсюда один-два препарата и включать ваш ежедневный уход. Не влезет ли в составе некоторых кремов именно залединил урия? Это производные мочевины. Во-первых, мочевина или карбамид – это естественный метаболит нашего организма. Он нам не вреден. Кроме всего прочего, урия, она же мочевина, она же карбамид, входит в состав натурального фактора кожи. Это очень важный аспект, который сохраняет так называемый микробиом вашей кожи, препятствует развитию патогенной флоры. Кроме всего, увлажняет кожу, делает ее мягкой и эластичной. Ну и кроме этого, именно залединил урия – это великолепный консервант, который мы используем для того, чтобы не применять парабены. Хотя лично я против них ничего не имею. Поэтому, если у вас есть еще какие-то вопросы, у нас есть еще несколько минут эфира, мы можем ответить на них. А сегодня есть еще... Да, есть еще несколько вопросов по витаминам и как они работают. Возможно, кто-то присоединился к нам позже, вопросы повторяются, но я еще раз повторю некоторые важные из них. А вот, кстати, вопрос еще один. С каждым годом все больше синяки под глазами. Как это убрать? Будет эфир на эту тему? Да, будет. Мы объявим буквально на днях расписание эфиров, и мы готовы вам все показать более подробно и более детально. Сегодня я не буду на этом останавливаться, потому что у нас действительно достаточно долгое время мы говорим отдельно про глаза. Что еще важно знать про серию BioGlow? В составе есть еще один компонент. Это биотехнологический детоксикант. Называется он Cell Detox. Он входит в состав комплекса BioGlow. Во-первых, как раз он полезен особенно людям старше 35-40 лет. Почему? Но с возрастом у нас нарушается процесс внутренней детоксикации клеток. А как клетки самоочищаются, знаете вы об этом? У нас внутри работает специальная система по уборке мусора. Этот процесс называется аутофагия. Кстати, за это была дана Нобелевская премия в 2012 году японскому профессору-биологу, который очень подробно описал процесс аутофагии и самоочищения клеток. Вот как раз наш ингредиент Cell Detox занимается тем, что он начинает убирать мусор, который накопился внутри клетки. Специальные органеллы, которые называются лизосомы, захватывают весь этот мусор, растворяют внутри себя и выбрасывают из клетки в окружающую среду. А там уже лимфатическая система это подхватывает и выносит из организма, очищая и детоксицируя организм в целом. Поэтому прекрасное открытие в области физиологии и медицины, которое называется аутофагия, мы им воспользовались и здесь тоже. Поэтому Cell Detox будет прежде всего очищать от белкового мусора внутри клеток. А если вы не уберете залежи мусора, то новый коллаген нигде не появится. Пока вы не совершите генеральную уборку внутри клетки, то ничего нового происходить не будет. И внутри кожи вообще. То есть тонны мусора, которые там накопились за какой-то период времени, будут лежать и мешать новому коллагену прорастать внутри вашей кожи. Поэтому фактически Cell Detox запускает еще один важный процесс, помимо аутофагии, запускает процесс синтеза белков теплового шока. Они называются шапероны. Можете не запоминать, это не важно, потому что в биологии, в учебниках по биохимии эти самые белки шапероны, которые занимаются генеральной уборкой в том числе, изображают в виде гувернанток с метелками. Вот эта самая гувернантка по имени Шаперон тоже помогает с помощью Cell Detox очистить внутреннее пространство вашей клетки, провести полную детоксикацию, убрать весь мусор и сделать экологию вашей кожи и организма в целом тоже достаточно свободной. Поэтому хорошо бы, конечно, применять эту серию курсом в первый раз, а потом уже можете сочетать ее активно. Ну, хотя еще, повторяю, не возбраняется применять препараты и по отдельности, сочетаясь с другими средствами. Но просто весь комплекс рассчитан действительно на максимальное насыщение кожи витамином С, витамином В3, ниацинамидом и самое главное еще и Cell Detox. Ну и не забывайте включать в рацион вашей кожи витамин группы D для того, чтобы предотвратить последствия, которые возникают из-за недостатка его в коже. А именно ускоренное старение будет вам тогда обеспечено. Итак, еще раз повторяю, витамины – это очень важные вещества для вашей кожи. И важность их заключается в том, что недостаток витаминов действительно приведет к серьезным проблемам и проблемам, которые потом достаточно тяжело нивелировать. Поэтому ежедневный рацион, мы, во-первых, их не можем накопить впрок. Я еще раз повторяю, витамин С не накапливается. Его поступление необходимо ежедневно. В организме целиком 90 мг. Ну а для кожи хотя бы один из препаратов серии BioGlu время от времени применяйте. Не забывайте об этом. Витамин В3 необходим для того, чтобы предотвратить раздражение кожи, сухость, покраснение, ломкие сосуды и так далее. Убрать купероз и прочее. Он тоже не накапливается. Да, они вместе активизируют работу многих ферментов, и они по инерции какое-то время будут работать. Но недостаток этих витаминов действительно приведет к достаточно серьезным проблемам кожи. Поэтому серия BioGlu – это то, что необходимо вашей коже для того, чтобы подготовиться к зиме. Такой активный процесс витаминизации сохранит ее местный иммунитет и сделает вашу кожу сияющей. И она будет выглядеть отдохнувшей в течение всего холодного серого периода московской зимы. Ну, если вы находитесь где-то на юге, поможет вам тоже сохранить сияние и молодость. Поэтому не забывайте про важность витаминов, которые необходимы для вашей кожи. Она в них очень нуждается. Ну, а мы нуждаемся тоже в ваших вопросах. И если у вас есть, еще они остались, я готова ответить. Я не все могла увидеть сейчас. Вот в частности, вопрос мне, сколько мне лет? Ух, я давно пенсионерка. Моей дочери уже далеко за 40. Итак, купероз на подбородке. Помогите. Это надо идти к врачу-драматологу, косметологу и, скорее всего, избавляться от него с помощью методов коагуляции или специальными препаратами инъекционными. Иначе сложно с этим будет справиться. Но попробуйте использовать наш бальзам у Аксиологи достаточно регулярно и сочетать его с препаратом Биоглоу. Потому что усиленная доза новофтема, которая присутствует и в этих препаратах, плюс кислородный бальзам, проведет к процессу вазодилатации, расширению сосудов. И вот эти сосудистые столбики, которые закупорили сосуды, которые выглядят у вас как купероз, они немножечко уменьшатся. Кроме прочего, еще не забывайте, от купероза достаточно хорошо помогает серия Оксикарбокси. Время от времени делайте процедуры для того, чтобы кожа была очень нежной, сияющей и яркой. Ну, а в сочетании с нашими препаратами это действительно будет достойный эффект. Итак, дорогие друзья, я бесконечно рада всех вас видеть. Присоединяйтесь к нашим следующим эфирам. Мы ждем от вас вопросов. Мы ждем для вас темы, которые для вас особенно важны. Вопросы, которые наболели. Мы готовы отвечать честно, глубоко проникая внутрь наших препаратов, рассказывая вам о всех эффектах, о механизмах действия и о способах применения наших косметических препаратов. Ухаживайте за своей кожей, и она вам ответит благодарностью. Итак, всем хорошего дня. А мы сегодня пока завершаем наш эфир и ждем вас в следующий раз. Следующий эфир у нас 21 октября. Но подробности ждите в ленте. Всего доброго, хорошего дня, сияния вашей кожи и бесконечной молодости. С вами была я, Римма Корнеева, и до следующих встреч. До встречи.